Партия ленинизма Партия ленинизма В этих условиях партия не имела и не могла иметь того серьезного решающего значения, которое она приобрела потом в условиях открытых революционных схваток. Но что это значит? Это значит, что партии второго интернационала не пригодны для революционной борьбы пролетариата, что они являются не боевыми партиями пролетариата, ведущими рабочих к власти, а избирательным аппаратом, приспособленным к парламентским выборам и парламентской борьбе. Дело, однако, изменилось в корне с наступлением нового периода. Новый период. Есть период открытых столкновений классов, период революционных выступлений пролетариата, период пролетарской революции, период прямой подготовки сил к свержению империализма, к захвату власти пролетариатом. То есть, ситуация резко изменилась в начале 20 века. То есть, стал пролетариат выступать, и причем выступать не только с экономическими вопросами, но и стал выступать, а что же делать, как решать вопрос о власти. Потому что в тех условиях, особенно после 9 января, помните, 1905 года, когда часть пролетариата надеялась на царя-батюшка, он показал, что пролетариат ему совсем не нужен, поставил их против ружей. Поэтому стали думать, как им самим решить эти задачи. И отсюда, говорит Иосиф Истерионович, возникла необходимость новой партии. Партии боевой, партии революционной. Достаточно смелой для того, чтобы повести пролетариев на борьбу за власть. Достаточно опытной для того, чтобы разобраться в сложных условиях революционной обстановки. И достаточно гибкой для того, чтобы обойти все и всякие подводные камни на пути к цели. Без такой партии нечего и думать о свержении империализма, о завоевании диктатуры пролетариата. Эта новая партия есть партия ленинизма. И далее он переходит к обсуждению, в чем же состоят особенности такой новой партии, которая необходима в новых условиях, когда пролетариат стал революционным. И он вот здесь, в своей лекции, обозначает шесть особенностей. Первая особенность партии ленинизма. Партия как передовой отряд рабочего класса. Вот он ставит первую особенность, которая должна обладать партией ленинизма. Это передовой отряд рабочего класса. Партия должна быть прежде всего передовым отрядом. Партия должна вобрать в себя все лучшие элементы рабочего класса. Их опыт, их революционность, их беззаветную преданность делу пролетариата. Но чтобы быть действительно передовым отрядом, партия должна быть вооружена революционной теорией, знанием законов движения, знанием законов революции. Без этого она не в силах руководить борьбой пролетариата, вести за собой пролетариат. Партия должна стоять впереди рабочего класса. Она должна видеть дальше рабочего класса. Она должна вести за собой пролетариат, а не тащиться в хвосте за стихийностью. Партия второго интернационала, проповедующая хвостизм, является проводниками буржуазной политики, обрекающей пролетариат на роль орудия в руках буржуазии. Только партия, ставшая на точку зрения передового отряда пролетариата и способная поднимать массы до уровня понимания классовых интересов пролетариата, только такая партия способна совлечь рабочий класс с пути тредвенианизма и превратить его в самостоятельную политическую силу. Вот он делает вывод, что партия есть политический вождь рабочего класса. То есть понятно, в чем особенность должна быть партии. Что она не должна следовать хвосте и того движения, которое стихийно возникает. Она должна обладать знаниями, умениями и быть передовой, возглавлять это движение в нужном направлении, чтобы не получилось так, что возникнет, как говорил кто-то из классиков, возникнет бунт стихийный и беспощадный, который будет подавлен. Если он не организован. Значит, далее он продолжает. Я говорил выше о трудностях борьбы рабочего класса, о сложностях обстановки борьбы, о стратегии и тактике, то есть предыдущей лекции, помните. О резервах, о маневрировании, о наступлении и отступлении. Эти условия не менее сложны, если не более, чем условия войны. Кто может разобраться в этих условиях? Кто может дать правильную ориентировку миллионным массам пролетариев? Ни одна армия на войне не может обойтись без опытного штаба, если она не хочет обречь себя на поражение. Разве не ясно, что пролетариат тем более не может обойтись без такого штаба? Этим штабом может быть только революционная партия пролетариата. Рабочий класс без революционной партии – это армия без штаба. Здесь Сталин не останавливается. Но в последнее время у нас, особенно в начале этого века, возникла другая беда. У нас штаб пытается взять власть без армии. Вот что страшно, создают штабы, типа какой-то партии, и она пытается путем голосования забрать власть. Вот мы когда-нибудь победим на выборах и заберем власть. Да никакой класс не отдаст штабу, пока не будет организована армия, которая… Ну, я, извините, немного отвлекся. Далее продолжим то, что он говорит по первой особенности, как передовой отряд рабочего класса. Но партия не может быть только передовым отрядом. Она должна быть вместе с тем отрядом класса, частью класса, тесно связанной с ним всеми корнями своего существования. То есть она должна тесно связана быть с классом. Различие между передовым отрядом и остальной массой рабочего класса, между партийными и беспартийными, не может исчезнуть, пока не исчезнут классы. Пока пролетариат будет пополняться выходцами из других классов, пока рабочий класс в целом будет лишен возможности подняться до уровня передового отряда. То есть пока существуют классы и нужна партия классу. И вот такой вот момент, поскольку вы помните, что эти лекции были читаны в 1924 году после Ленинского призыва, после смерти Владимира Ильича. Вот он этот момент заостряет. Недавно были приняты в нашу партию 200 тысяч новых членов из рабочих. Замечательно тут то обстоятельство, что эти люди не столько сами пришли в партию, сколько были посланы туда всей остальной беспартийной массой, которая принимала активное участие в приеме новых членов и без одобрения которой не принимались новые члены. Этот факт говорит о том, что широкие массы беспартийных рабочих считают нашу новую партию своей партией, партией близкой и родной, в расширении и укреплении которой они кровно заинтересованы и руководству которой они добровольно веряют свою судьбу. Вот как оценивается роль партии Иосифа Иосифовича Ивановича. Ну вот я первый вопрос или первую особенность на этом постараюсь закончить, потому что более широко почитайте сами, у кого есть возможность. Вторая особенность, на которой он останавливается в своей лекции. Партия как организованный отряд рабочего класса. Партия не есть только передовой отряд, что он говорил выше. Если она хочет действительно руководить борьбой класса, она должна быть вместе с тем организованным отрядом своего класса. Задачи партии в условиях капитализма чрезвычайно велики и разнообразны. Мы сейчас тоже живем в условиях капитализма. Партия должна руководить борьбой пролетариата при чрезвычайно трудных условиях внутреннего и внешнего развития. Она должна вести пролетариат в наступление, когда обстановка требует наступления. Она должна вывести пролетариат из-под удара сильного противника, когда обстановка требует отступления. Она должна вносить в миллионные массы неорганизованных беспартийных рабочих дух дисциплины и планомерности в борьбе, дух организованности и выдержки. Но партия может выполнить эти задачи лишь в том случае, если она сама является олицетворением дисциплины и организованности, если она сама является организованным отрядом пролетариата. Без этих условий не может быть и речи о действительном руководстве со стороны партии миллионными массами пролетариата. Партия есть организованный отряд рабочего класса. Мысль о партии как оборганизованном целом закреплена в известной формулировке Ленина первого пункта устава нашей партии, где партия рассматривается как сумма организаций, а члены партии как члены одной из организаций партии. Но партия не есть только сумма партийных организаций. Партия есть вместе с тем единая система этих организаций. Не просто сумма, а единая система. Их формальное объединение в единое целое с высшими и низшими органами руководства, с подчинением меньшинства большинству, с практическими решениями, обязательными для всех членов партии. Без этих условий партия не в состоянии быть единым организованным целым, способным осуществить планомерное и организованное руководство борьбой рабочего класса. Ну, тут дальше он приводит еще, значит, как бы в подтверждение своих слов некоторые мысли Владимира Ильича Ленина. Я тоже на них не буду останавливаться, потому что иначе у нас занятие довольно затянется. Он тут приводит из работы, допустим, «Шаг вперед, два шага назад» цитаты. Почитайте сами. И давайте перейдем к третьей особенности, которую выделяет Иосиф Васильевич. Это партия как высшая форма классовой организации пролетариата. То есть, он ее оценивает как высшую форму. Он говорил выше, что партия есть организованный отряд. Но партия не является единственной организацией рабочего класса. У пролетариата имеется еще целый ряд других организаций, без которых он не может вести успешную борьбу с капиталом. Это профессиональные союзы, кооперативы, фабрично-заводские организации и комитеты, парламентские фракции, беспартийные объединения, женщин, печать, культурно-просветительные организации, союзы молодежи. У нас, помните, очень мощный был союз молодежи. Революционно-боевые организации во время открытых революционных выступлений. Помните, боевые группы создавались как в 1905 году, так и в 1917. А также советы депутатов, как государственная форма организации и так далее. Но поскольку организаций много, то есть стоит задача, как осуществить руководство, единое руководство при таком обилии организаций, где гарантия, что наличие множества организаций не поведет к разнобое в руководстве. Особенно любят у нас иногда упирать, что советы и партийные организации работали иногда в разнобой. Тоже были такие. И далее он говорит, где же та центральная организация, которая не только способна ввиду наличия необходимого опыта выработать эту общую линию, но имеет еще возможность ввиду наличия достаточного для этого авторитета побудить все эти организации провести в жизнь эту линию для того, чтобы добиться единства в руководстве и исключить возможность перебоев. Такой организацией является партия пролетариата. Так вот он делает такой вывод. И поэтому он считает, что партия есть высшая форма классовой организации пролетариата, поскольку она должна объединить и возглавить руководство всеми другими формами. Это не значит, конечно, что беспартийные организации, профсоюзы, кооперативы и так далее, которые он перечислял, должны быть формально подчинены партийному руководству. Дело идет лишь о том, чтобы члены партии, входящие в состав этих организаций, как люди, несомненно, влиятельные, принимали все меры и убеждения к тому, чтобы беспартийные организации сближались к своей работе с партией пролетариата и добровольно принимали ее политическое руководство. Вот так вот стоит вопрос. Вот коротко, что я хотел вам по третьей особенности о партии, как высшей форме классовой организации. Четвертая особенность, которую упоминает Игорь Сергеевич, это партия, как орудие диктатуры пролетариата. То есть, рассмотрев, что партия является высшей формой организации, партия является, он считает, основным руководящим началом внутри класса пролетариев и среди организаций этого класса. Но из этого вовсе не следует, что партию можно рассматривать как самоцель, как самодавляющую силу. Партия есть не только высшая форма классового объединения пролетариев, но она есть вместе с тем орудие в руках пролетариата для завоевания диктатуры, когда она еще не завоевана, для укрепления и расширения диктатуры, когда она уже завоевана. Партия не могла бы подняться так высоко в своем значении, и она не могла бы покрыть собой все остальные формы организации пролетариата, если бы пролетариат не стоял перед вопросом о власти, если бы условия империализма, неизбежность войн, наличие кризисов не требовали концентрации всех сил пролетариата в одном пункте, сосредоточение всех нитей революционного движения в одном месте для того, чтобы свергнуть буржуазию и завоевать диктатуру пролетариата. Поэтому партия нужна пролетариату прежде всего как свой боевой штаб, необходимый для успешного захвата власти. Едва ли нужно доказывать, что без партии способность собрать вокруг себя массовые организации пролетариата и централизовать в ходе борьбы руководство всем движением пролетариат в России не смог бы осуществить свою революционную диктатуру. То есть роль партии не мечты о власти там какой-то в парламентах и так далее, а в организации пролетариата в захвате власти. При этом он считает, что партия нужна пролетариату не только для завоевания диктатуры, она еще больше нужна ему для того, чтобы удержать эту диктатуру, укрепить и расширить ее в интересах полной победы социализма. То есть не только диктатура и партия нужна для захвата власти, а она нужна до полной победы социализма. И далее он говорит, что что значит удержать и расширить диктатуру? Это значит внести в миллионные массы пролетариев дух дисциплины и организованности. Это значит создать в пролетарских массах оплот против разъедающих влияния мелкобуржуазной стихии и мелкобуржуазных привычек. И далее вот он в подтверждение этой особенности как орудия диктатуры приводит цитату Владимира Ильича, которую я хочу вам все-таки огласить. Она очень хорошо звучит, очень важно. Диктатура пролетариата, говорит Ленин, есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и административная, против сил и традиций старого общества. Сила привычки миллионов и десятков миллионов – самая страшная сила. Без партии, железной и закаленной в борьбе, без партии, пользующейся доверием всего честного в данном классе, без партии, умеющей следить за настроением массы и влиять на него, вести успешно такую борьбу невозможно. То есть партия нужна пролетариату, еще раз хочу повторить, для того, чтобы завоевать и удержать диктатуру пролетариата. И партия есть орудие диктатуры пролетариата. Это вот, что касается четвертой особенности, которой должна обладать партией ленинизма. Теперь о пятой особенности, которую выделяет Иосиф Иосиф Иванович. Партия как единство воли, несовместимая с существованием фракций. Она, видимо, актуальна была тогда, особенно в то время. И даже, может быть, не столько в 1924, сколько и несколько позже, потому что пытались на фракции расколоть. Но уже тогда, значит, он считал, что несовместима с партией существование фракций. Поэтому он говорит в своей лекции, завоевание и удержание диктатуры пролетариата невозможно без партии сильной своей сплоченностью и железной дисциплиной. Но железная дисциплина в партии немыслимо без единства воли, без полного и безусловного единства действия всех членов партии. Это не значит, конечно, что тем самым исключается возможность борьбы мнений внутри партии. Наоборот, железная дисциплина не исключает, а предполагает критику и борьбу мнений внутри партии. Это тем более не значит, что дисциплина должна быть слепой. Наоборот, железная дисциплина не исключает, а предполагает сознательность и добровольность подчинения, ибо только сознательная дисциплина может быть действительно железной дисциплиной. Но после того, как борьба мнений кончена, критика исчерпана и решение принято, единство воли и единство действия всех членов партии является тем необходимым условием, без которого немыслимая ни единая партия, ни железная дисциплина в партии. То есть, полемика нужна, но до того, как принято решение. Решение принято, все должны выполнять это решение. В этом единство воли. То же самое, он говорит, надо сказать о дисциплине в партии, но еще в большей степени после завоевания диктатуры. Из этого следует, что существование фракций несовместимо ни с единством партии, ни с железной ее дисциплиной. Едва ли нужно доказывать, что наличие фракций ведет к существованию нескольких центров. Существование же нескольких центров означает отсутствие общего центра в партии. Разбивку единой воли, ослабление и разложение дисциплины, ослабление и разложение диктатуры. И он считает, что партия есть единство воли, исключающее всякую фракционность и разбивку власти в партии. Отсюда разъяснение Ленина об опасности фракционности с точки зрения единства партии и осуществления единства воли авангарда пролетариата как основного условия успеха диктатуры пролетариата, закрепленное в специальной резолюции 10-го съезда нашей партии. Ну и значит он указывает, что за резолюция, не будем на этом останавливаться. Вот по вопросу о фракционности, о несовместимости с существованием фракций. И шестая особенность, на которой он останавливается, звучит так. Партия укрепляется тем, что очищает себя от оппортунистических элементов. Источником фракционности в партии являются ее оппортунистические элементы. Пролетариат не есть замкнутый класс. К нему непрерывно притекают выходцы из крестьян, мещан, интеллигенции, пролетаризированные развитием капитализма. Одновременно происходит процесс разложения верхушек пролетариата главным образом из профессионалистов и парламентариев, подкармливая их буржуазией за счет сверхприбыли. Этот слой обуржуазившихся рабочих, говорит Ленин, или рабочей аристократии, вполне мещанских по образу жизни, по размерам заработков, по всему своему миросозерцанию, есть главная опора второго интернационала. А в наши дни главная социальная опора буржуазии. Ну, собственно, ничего и сейчас не изменилось. Ибо это настоящие агенты буржуазии в рабочем движении. Рабочие приказчики класса капиталистов, настоящие проводники реформизма и шовинизма. То есть два источника пополнения опортунизма. Это то, что из других классов пролетарских поступают в пролетариат люди. И то, что буржуазия умеет, и она делает это и сейчас довольно успешно, подкупает верхушку пролетариата. Вот эти мелкобуржуазные группы главным образом и являются источником фракционности и распада. Источником дезорганизации и взрыва партии изнутри. Воевать с империализмом, имея в тылу таких союзников, это значит попасть в положение людей, обстреливаемых с двух сторон, из фронта и с тыла. Поэтому беспощадная борьба с такими элементами, изгнание их из партии, является предварительным условием успешной борьбы с империализмом. Вот так он считает. Далее, как бы подходя к завершению своей лекции, говорит, наша партия не смогла бы выйти на широкую дорогу, она не смогла бы взять власть и организовать диктатуру пролетариата, она не смогла бы выйти из гражданской войны победителем, если бы она имела в своих рядах мартовых и даннов, потресовых и аксельродов. Если нашей партии удалось создать в себе внутреннее единство и небывалую сплоченность своих рядов, то это прежде всего потому, что она сумела вовремя очиститься от скверны оппортунизма. Она сумела изгнать вон из партии ликвидаторов и меньшевиков. Путь развития и укрепления пролетарских партий проходит через их очищение от оппортунистов и реформистов, социал-империалистов и социал-шовинистов, социал-патриотов и социал-пасифистов. Партия укрепляется тем, что очищает себя от оппортунистических элементов. Ну и далее, в самом конце этой лекции, он опять же приводит довольно обширную цитату Владимира Ильича Ленина, не буду на ней останавливаться, то есть подтверждение этих слов, необходимости очищения партии от оппортунизма, не буду на этом останавливаться. И в общем-то, хочу сказать, что мы завершили краткий разбор этой лекции, которая названа «Партия ленинизма». Если какие-то вопросы ко мне, у кого? Значит, было 9 глав в этом разделе, этих лекций. И странно, она очень коротенькая, тут буквально две странички, стиль в работе, вот то, что там 9 висит. Ну, может быть, он просто конспект какой-то, или выжимки из той лекции, в которой он говорил. Но тут он так говорит, что я имею в виду не о литературном стиле, а я имею в виду стиль в работе, это то, что особенное и своеобразное в практике ленинизма, которое как бы отличает работника ленинца, говорит, от других. Потому что ленинизм есть теоретическая и практическая школа, вырабатывающая особый тип партийного и государственного работника, создающий особый ленинский стиль в работе. В чем состоят характерные черты этого стиля? Этих особенностей он называет две. Русский революционный размах и американская деловитость. Вот всего их две особенности партийных и государственных работников. И далее, в коротких своих мыслях, он как бы раскрывает, в чем состоит революционный размах русский и в чем состоит американская деловитость. Вот, собственно, что можно сказать, если не вдаваться в нюансы, которые он тут называет. Те нюансы были характерны для его времени. Он там, допустим, Оренбурга, Ускамчел приводит примеры, там Пильника приводит Бориса, значит, его рассказ и так далее. Там, по-моему, самое главное, это вот короткая фраза из Ленина. Да, из Ленина, да. Поменьше пылких фраз. Есть пышных фраз, да. Побольше простого будичного дела. Поменьше политической трескотни, побольше внимания самым простым, но живым фактам коммунистического строительства. Вот такие вот он фразы Ленина приводит. Еще одна тоже высказывания Ленина, тоже здесь же. Коммунистическое чванство значит то, что человек, состояв в коммунистической партии и не будучи еще оттуда вычищен, воображает, что все задачи свои он может решить коммунистическим декретированием. Вот такую он приводит мысль Ленина. Ну вот, кто-то может еще хочет что-то. Давай, Саша, что ты хотел еще добавить? Да, к обсуждению давайте.